Это все логично, потому что за счет микроорганизмов, которыми обрабатывают инокуляцию, уже у нас это как инструмент в России, это применимо и не вызывает ни у кого отторжения. Единственное, что технология подразумевает под собой обработку за сутки, ну максимум недели. То есть не должно быть больше периода, потому что очень нежный данный микроорганизм. И когда у вас сои посоют, так как бактерии не сохраняются, никуда не деваются, у вас клубеньков с каждым годом будет больше, а минимальная прибавка это 6% от инокуляции только. И соответственно здесь белок азот напрямую идет в связь, поэтому каждый год у вас белок увеличивается. У нас инокулянт мы начали продавать с прошлого года. В этом году мы переняли технологию бразильских коллег, потому что в Бразилии сои выращиваются намного больше, то есть там десятки миллионов гектар, и урожайность в 2-1,5 раза выше, чем в Российской Федерации. У нас это только растущий рынок, то есть динамично развивается, но пока нужно, я думаю, смотреть лучшее и внедрять у нас. То есть мы предлагаем коинокуляцию. Коинокуляция это когда у нас как минимум 2 микроорганизма, отвечающие за азотфиксацию. То есть инокулянт, он отвечает за клубенькие образования на корневой системе, а азотфиксирующая бактерия, она фиксирует азот с воздуха. То есть в нашем случае это органитен и резол, то есть вот эти два препарата. Данная комбинация по исследованиям как раз-таки бразильских коллег, института МБРАПа, что простой азотфиксирует минимум 6%, коинокуляция это минимум 16%. То есть поэтому эту технологию мы сейчас внедаем в Российской Федерации. В целом, если опять сделать отсылку на Бразилию, они делают обработку семени и при севе добавляют, у них идут жидкие комплексные удобрения в строчку, идут набор микроорганизмов. Это фунгициды, различные мобилизаторы, азотфиксаторы бактерий. И далее, если нет осадков и растений где-то порядка 15-20 сантиметров, вегетативная масса, то, как правило, там 1, 2, 3 клубенька образовываются на корневой, это слишком мало. Соответственно, они делают повторную обработку. Но это опять-таки мы рассматриваем их климат и интенсивную технологию выращивания сои. У нас в России мы предлагаем коинокуляцию, и также, если есть проблемы с бактериозами, у нас есть решение. То есть в прошлом году в Сибири мы столкнулись с тем, что массовые семена заражены бактериозами. Лаборатория выявила, что порядка трех разных штаммов, которые как на основе зародыша, то есть прорастание семени, повреждают, так и потом далее по вегетации. Соответственно, мы предложили ряд обработок нашими фунгицидами биологическими. В этом году, буквально месяц назад, мы получили заключение с независимых институтов по поводу эффективности. И вот как раз-таки мы в прошлом году с вами общались, наверное, месяца 8 назад, започенный фунгицид. Тогда мы это предлагали на подсолнечнике, что нужно вносить для того, чтобы снижать патогенный фон. И наше было заключение, что в целом мы боремся с грибными заболеваниями. Но вот как раз-таки опыты по СОИ показали, что грибной препарат, как это было неудивительно, наиболее эффективен, то есть он на 100% эффективен от бактериозов. А вот бактериальные препараты, которые защищают само растение, их эффективность от 60 до 90%, то есть не составляет 100%. Поэтому в этом году мы предлагаем комбинацию, у нас была раньше программа защиты бактериальной, и вносили предварительно оргами коев, почвенный фунгицид. Сейчас мы вносим баковой смеси, полностью исключая химический фунгицид. Связано с очень простым элементом. Горох почти ничего не стоит, а соя стоит прилично. Поэтому на СОИ есть интерес инвестировать, а в горохе нет интереса инвестировать. В первый год, если на СОИ вы не обработаете, вы тоже ничего не увидите. Если же второй год вы СОИ не обработаете и посеете по СОИ, так же, как и горох, вы увидите уже наличие клубеньков больше, чем в первый год, плюс рабочих клубеньков. Потому что микроорганизмы, хоть аборигенные, хоть культурные, они вступают в связь с самим растением. И когда вы обрабатываете препаратами, вы просто, так сказать, не теряете этот год. Вот и все. Но это не связано так сильно, горох либо СОИ. Просто стоимость сейчас обработки, вот если семян, минимальная, потом на гектар выходит порядка 300 рублей, если берем только инокулянты. Это российские, если берем иностранные компании, на гектар ложится порядка 2000. Поэтому на СОИ это логично, на горохи это нелогичные затраты. Мы делаем упор просто на научный подход. То есть это производство, это ряд испытаний независимых и смотрим практику лучших в мире. То есть вот на этом основано. Также наша компания основывается опять-таки на данные бразильцев, где заявлено, что оптимум на семени, чтобы был миллион. То есть миллион бактерий на одном семени. Тогда это идеально для развития клубеньков. У нас как раз-таки инокулянты ИЗО соответствуют этому оптимуму. Цена у нас соответствует рыночной цене. Если брать аналоги иностранных компаний, которые в несколько раз дороже, у них порядочный номер выше. То есть у них не миллион, а порядка 3-4 миллионов. Если брать российских производителей, у них, по их же данным опять-таки, у них меньше миллиона, там порядка 800 тысяч, 700 тысяч. Ну вот касательно таких сравнительных цифр. А первично это производство, конечно. В прошлом году, я же говорю, в Сибири мы столкнулись с тем, что есть бактериозы. То есть это проблема, и она на всходах влияет до 70%. То есть растения могут не уйти. Соответственно, как это получилось? То есть как мы только что говорили, что если соя по сою, то мы формируем большее количество клубеньков, которые в дальнейшем в белок. То есть ценность выше. Но также и патогенные микроорганизмы накапливаются. Если взять СФО, у них сейчас у производителя нет большинства в технологии фунгицидов. То есть нет, просто в закупке. Потому что нет болезней. И если смотреть на это как химические компании, пока нет проблемы, мы не работаем. Мы же смотрим с розетом микробиома. То есть изначально лучше предупредить, чтобы с этим не столкнуться. Вот в Сибири не было проблемы. Сейчас она есть. Они понимают, что обработка семян актуальна. И дальше по вегетации работать актуально. Потому что это напрямую влияет на рентабельность. У нас есть, как я ранее озвучил, коинокуляция, которая только на белок и урожай нацелена. Также есть комплексный подход. У нас когда не было еще инокулянта, мы предлагали азотфиксирующие, фосфоркалиймобилизирующие и фунгицид на основе псевдомонуса, арифацинса. То есть фунгицид, который, помимо того, что уничтожает бактериоз, он также стимулирует. Именно бобовые. Мы сейчас эту комбинацию делаем совместно с инокулянтом, либо делаем отдельно фунгициды по вегетации при всходах. Это инокулянт РИЗО, прорамосоя, туда входит ряд продуктов. Стимулятор Биадукс, далее азотфиксатор Органитен, то есть если Органитен и просто РИЗО, то такое инокуляция. Далее Органит-П, фосфоркалиймобилизатор, и псевдомонтретий, то есть фунгицид с стимулирующим эффектом. Это то, что мы предлагаем сейчас обрабатывать семена. Далее по вегетации мы работаем почвенным фунгицидом Органит-КФ и двумя биологическими фунгицидами бактериальными Органит-КС и псевдомонтретий. Это для того, чтобы у нас не проявлялись бактериозы либо грибные заболевания, и для профилактики. То есть в целом вот этой обработки на ранних сходах и обработки семян достаточно на сегодняшний день. Это причем достаточно там, где уже патогены есть. А если берем ЦФО, где только где-то там точечно проявляется, либо еще ничего не проявляется, то этого будет достаточно на ближайшие лет 7. А если в наших деньгах сейчас в прайсе, без всяких скидок, обработка семян это выходит меньше 500 рублей, там 475 вот так. А если берем по вегетации обработку тремя фунгицидами, это у нас на гектар ложится 1300. То есть в целом меньше 2000 – это фунгициды и инокулянт. Если сравнивать, я же говорю, с топовыми препаратами, у них только инокуляция на гектар ложится чуть больше этой суммы. У нас здесь получается и коинокуляция, и фунгицидная защита. Но еще раз повторяю, в ЦФО еще пока в фунгицидах не видят особой необходимости. У нас проблема в том, что мышление идет от проблемы. То есть мы не смотрим, что есть у соседа в регионе, либо в другой стране. Мы смотрим только на позитивное. То есть вот видим, в Бразилии урожает до 40 центров. Все, хочу 40 центров. Вижу белок, все. Что это дает мне? Это значит, надо взять семена. Купить такие семена, и мне будет все так. Либо дать больше удобрений. Но к этому всему идет технология полностью. И у нас, вот я же говорю, инокулянтам довольно недавно стали работать. До этого инокулянт тоже, он очень проблемен, если сравнивать с другими биологическими препаратами. То есть его надо вносить в темноте, обработать и через несколько дней сеять. То есть все это слишком узкое окно обработки, сравнивать с другими биологическими препаратами. Но сельхозпроизводители увидели отдачу и начали работать. Субтитры сделал DimaTorzok